Всем огромнейший привет! Демос как всегда здесь на месте и сегодня сказ пойдет про огуречную настойку. Настойка на огурцах это одна из самых моих любимых домашних настоек, но подходит она только для летнего сезона. Почему? Потому что огурцы необходимо брать, которые имеют запах. Вот этот классический огуречный. Если у вас огурчики не пахнут, то либо откладывайте эту затею, либо вообще выбрасывайте. Вот у меня огурчики дачные. Вот они. Запашок идет. Значит, что нам понадобится, кроме огурцов? Медок, ну и вот челло. Поехали. Значит, что мы делаем с огурцами? Сначала, конечно же, надо отпилить им вот эти вот места. Значит, далее огурчик надо обязательно попробовать. Не горчит ли он маленький кусочек? Сладенький. Я второй кусочек контрольнее. Вкусные огурцы. Если, допустим, горчат или вяжут, избавляйтесь от чешуи. На пол-литра я использую обычно два огурчика. Значит, нарежем их вот так. Сделаем такие насечки, чтобы сок быстрее выходил. Вот данная настойка вообще очень интересный вкус. Можно сказать, что необычный. Так, здесь тоже надо пробу-то снять. Что, куда я тороплюсь? Ну, хоть поем. Огурчики закидываю в нашу баночку. Медок. Ну, так, чуть меньше чай на ложке. Можете, конечно, добавить сахар, там, сахарный сироп, что вам больше нравится. Мне больше нравится мед. Вот чела. Я думаю, не секрет. Для многих я предпочитаю водки, где в составе только спирт и вода, чтобы не было ничего лишнего, постороннего. То есть, есть такие вот люди, которые поставят какую-нибудь настойку домашнюю на остаточках всяких разных водах, потом плюются. А почему она невкусная? А когда в водке у нас только спирт и вода, соответственно, весь остальной вкус она возьмет от того, что вы добавили. Так, ну, размешали. Теперь медок закрываем. Можно пару раз в день колдебенить. Встаем в темное место, и где-то, где-то через недельку можно будет снимать пробу. А вот и наступает торжественное снятие проб. Все готово. Сейчас оценим. Ну, всякие там нюансики, подробности. Цвет, как вы видите, не очень-то поменялся. Он стал, ну, легкий-легкий-легкий, такой зеленоватый оттенок получил. Не какой-нибудь там Гена Крокодил. Такой желто-зелененький. Пахнет, ну, больше, больше, как фруктом каким-то. Ну, в спирте тоже чувствуется, конечно. Все, поехали. Пить вредно, же страшно. И все мы там будем. Настойка огуречная. Очень сложно, конечно, передать здесь этот вкус, потому что это не огурец в привычном таком понимании. Вот если сделать вот так, то здесь немножко по-другому все раскрывается. Вкус отдает некоторыми фруктами. Да, если к себе прислушиваться, ты понимаешь, что это огурчик. Такой вот дружелюбный, несмотря на то, что крепенький, немножко сладенький и отдает фруктам. Идем дальше. Ваше здоровье. Повторюсь, передать сложно. Попробуйте. Так, мы мяском. Хотя, здесь закуска особо мощная не нужна. Потому что вкусно на стоке получается достаточно такой свеженький, летний. Мне кажется, идеально было бы там на даче ее поставить со своих этих вкуснейших огурчиков с грядки. А потом вечерком, когда жара спала, вкусить под какой-нибудь салатик. Летний, прекрасный. Ай, красота же ж. Главное, комаров отпугивать. Еще немножко. Рассказываю некоторые детали. Значит, наставил я пять дней. Дальше не стал. Открыл, понюхал. Ароматик уже пошел. Такой, какой мне обычно нужен был. Я же не первый раз ставлю. Поэтому я решил дальше не мучить огурчики. Процедил несколько раз. Перелил уже в графинчик. Но я перед этим попробовал. Мне показалось, что маловато метка. Добавил еще пол ложечки. И отправил на два дня отдыхать. Это важно. Потому что если не дать постоять, бутылочки уже практически готовы, то на вкус будет несколько жестковато. Пройдет время, вкус приобретет несколько более мягкий, такой шелковистый оттенок. Че я не сум, блин, а? Ай, ладно. Ну, еще. И нюанс. Такой очень-очень жирный. Потому что огурцы продают крайне разные. Если попадется у вас горький огурец, будет горчить. Попадется сладкий огурец, будет сладенько. Попадется огурец гнилой, я предупреждал. Поэтому тогда будете делать обязательно, прям вот мега тщательно подходите к выбору огурчика. Но, кстати, так же не возбраняется сюда добавить какие-нибудь специи, как-то до улучшения. Это, так скажем, база, основа, стандарт. Вот, медочек чувствуется. Легкая такая растительная чувствуется. Послевкусие долгое, но не противное. Да, ты здесь ощущаешь, что настойка крепенькая, но она не прожигающая, прям, знаете, вот как глотатель шпаг, как до киши. Нет, водка проверенная для настойка. В общем, резюмирую. Как любая настойка, это все дело на любителя. Хоть кедровка, хоть зубровка, хоть бобровка, хоть сосновка, хоть кашатовка. Любая настойка всегда на любителя. Поэтому вы тоже это осознавайте. Но для меня летом это вариант настойки номер один. Особенно, если касается кого-нибудь удивить. Вот так вот человек не знает, что это на огурчике. Пусть еще попробует догадаться, что вы туда намешали. Все. Закругляюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Делайте репосты, пишите комментарии. Переходите в ВК. Есть бусты, там ссылочек очень много в описании. Бла-бла-бла. Ни в чем не разбираюсь. Мои эксперименты. Что хочу, то я врачу. За вас. И, конечно же, до скорого.